Народ, я всё-таки добралась до этого СИЗО нашего знаменитого, которому 250 лет, который ещё при Екатерине строился. Хрен знает, где он находится, совсем не там, где я ожидала. И выглядит не совсем так. Ну вот, это то самое СИЗО, где держали эвакуированных в кавычках азовцев. Постройка Екатерининская, если сверху посмотреть, она в виде буквы Е. Потому что раньше так всё строили, чтобы угодить императрице. Здание строили в виде буквы Е. Забор высокий, особо туда не заглянешь, на окнах и решётке. Это улица Горького наша. До угла дойдём, завернём. Особо ничего тут не разглядишь. В окна никто не стучит, не орёт, не жалуется. Здание старенькое, конечно, хотя и аккуратненькое. Видно, что красят двери, отмежут сами заключённые, и я буквы узнаю. Решётки такие надёжные, наверное, где-то как хотят. Кто ж его знает. Двести пятьдесят лет. Кстати, что интересно, написано, что до пяти вечера работает для посетителей. И мы вышли, насколько я понимаю. Так, подождите, ну это не Кировский. Это какой-то проулочек. Это мы по Горького. До куда дошли. Сейчас обойдём кругом. И повернём по Красноармейской. Ворошиловскому там останусь. А вот она с другой стороны. Вот такое вот наше ростовское СИЗО. Я думаю, что и сейчас тоже сюда военнопленные какие-то попадают. Даже наверху на крыше проволок. Интересненько. И, кстати, тему-то замяли, непонятно, у камеры стоят. Вот чё они тут стоят, спрашиваются, улицу обозревают. Причём неподвижки посередине. О, над стеночкой можно пройти и не заметят. Непонятно, нафига их отправили в Турцию, честно так говоря. Никто нам ничего не объяснил. Ну, сначала рассказали, что это самые страшные нацисты, какие есть. А потом в Турции. Ну, видимо, ходят по Стамбулу, достопримечательности новичком мажут. А иначе я хз. Да, но тут особо и не высунишься. Тут помимо решёток ещё замки какие-то стоят. О, причём такие конкретные. Ну, всё. Ну, всё.